Три парня из Норвегии приехали на мой тренинг в Орландо в 1997 году. Янс, Ориен и Тим. Они собирались стать мультимиллионерами. Они сделали сенсацию, возможно, вы слышали о них. Я много работал с ними в Норвегии, в Швеции и Дании. Они много узнали тогда и в 1997 году применили всё на практике. Они выработали очень простую систему, о которой я говорил в прошлый раз. Одним из её элементов была презентация для кандидата «Один на один». И Ян Йоханссон, один из тех парней, был на тот момент директором. А ещё он любил писать стихотворения. И у него был собственный поэтический сайт. Он размещал свои стихи в блоге, а на форуме люди могли их обсуждать. Однажды он общался с одним парнем, который тоже был поэтом. И это продолжалось неделями, а потом Йоханссон сказал ему, что занимается своим бизнесом и помогает людям зарабатывать деньги. И они договорились встретиться в кафетерии, чтобы поговорить об этом подробнее. Они встретились в кафетерии города Осло. Очень рад тебя видеть, как у тебя дела. Потрясающе. А у тебя... Они сразу перешли на «ты» и с энтузиазмом радовали встречи. И тот парень сказал, расскажи, что у тебя за бизнес. Тогда Йоханссон достал свой блокнот, нарисовал первый кружок, а в центре кружочка написал «ты». И вдруг этот парень, который сидел напротив него, со всей силы ударил по столу. Да так громко, что все в ресторане замерли. Потом он встал и сказал «Если ты еще когда-нибудь свяжешься со мной, я тебя убью». Потом собрал свои вещи и ушел. Вы можете себе такое представить? У кого-нибудь такое было, когда вы проводили встречу один на один? Кому-нибудь такое понравится, если это произойдет? Итак, в этом примере для нас есть один урок. Когда мы проводим встречу один на один, или домашнюю встречу, мы должны быть уверены, что наш кандидат уже квалифицирован. Нам нужно проводить предварительный сортировочный процесс. Люди должны немного себе представлять, о чем будет идти речь на встрече. На следующих двух дисках мы будем говорить о домашних встречах и о крупных мероприятиях, и как их нужно правильно проводить. Я должен вам сказать, что никогда не слышал этой фразы. «Если ты еще когда-нибудь свяжешься со мной, я тебя убью». Хотя я, возможно, провел больше встреч один на один, чем кто-либо из вас. Я провел тысячи и тысячи таких встреч, и, как я сказал во время перерыва, я утроил результаты своего бизнеса, когда ввел встречу один на один в свою систему. Я не говорю, что и вам нужно вводить встреч один на один в свою систему. Обсудите это со своей спонсорской линией, потому что время изменилось, и рынок изменился. Для меня же это работало очень хорошо. И я думаю, вот почему. До этого я работал по следующей схеме. Я задавал квалификационные вопросы и давал кандидату информационный пакет, чтобы пригласить его на домашнюю встречу. Это первый небольшой шаг, и потом я прошу его сесть в машину, приехать ко мне домой или в другое место, потратить час или немного больше на встречу, а потом поехать домой, пропустив несколько передач по телевизору. Это достаточно большое обязательство, поэтому я ввел в систему встречи один на один и просил кандидата встретиться со мной за чашечкой кофе в ресторане быстрого питания вроде Starbucks. Сейчас подобные рестораны есть везде. Туда можно прийти и просидеть там 11 часов, и никто на это не обратит внимания. Вы знаете, что есть рестораны, в которых через 15 минут вас попросят удалиться. В ресторанах же быстрого питания можно просидеть 12 часов, и они будут только рады, что кто-то у них сидит. Люди любят такие заведения, там приятная атмосфера, и я думаю, что это очень подходящее место для проведения презентации. Сначала мы задаем наводящие вопросы вроде «Интересуетесь ли вы созданием второго источника дохода? Хотели бы вы заниматься бизнесом? Хотели бы вы зарабатывать дополнительные деньги?» Потом мы говорим «Я хотел бы встретиться с тобой за чашечкой кофе и дать краткий обзор информации о бизнесе». Там вы не будете ничего покупать или что-то подписывать. «Там вы не будете ничего покупать или что-то подписывать». Эти слова работали для меня просто потрясающе. «Там вы не будете ничего покупать или что-то подписывать». Этим я сразу развеиваю большинство их сомнений. Я сразу говорю, что не собираюсь им что-то продавать или заставлять их что-то подписывать. Я им говорю, что им не обязательно это делать. Это будет просто краткая информация, и я обещаю им, что это займет только 30 минут. Теперь вместо того, чтобы приглашать их на одну-двухчасовую встречу, я приглашаю их на получасовую встречу. Это работает очень хорошо, и большинство людей соглашаются прийти на встречу. Я могу пригласить 10 человек на такую встречу, и 8, 9 или даже все 10 соглашаются прийти на нее, потому что встреча занимает всего 30 минут, и им не придется что-то покупать или что-то подписывать. Также подумайте о результатах. Мы проводим встречу один на один не с целью спонсирования. Мы проводим встречу с целью отличить того, кто хочет быть клиентом от того, кто хочет заниматься бизнесом. И мы узнаем это в конце нашей презентации один на один. Когда вы начинаете бизнес, то будет лучше, если ваш спонсор будет рядом с вами и проведет для вас несколько встреч, два на одного. При этом ваша задача — сидеть рядом и записывать то, что он говорит, чтобы научиться тому же как можно быстрее. Итак, как умнее всего начать бизнес? Нам нужно составить список знакомых, выделить в нем список сложных людей, сделать им промоушен на своего спонсора, а затем позволить ему провести с ними презентацию. И вы будете учиться на его примере, это будет очень эффективно. Когда вы научитесь делать то же самое, вы будете спонсировать человека, составите с ним его список из 100 имен, выделите с ним трудный список из 10 имен, позволите ему сделать на вас промоушен, а затем проведете для него встречу два на одного. Например, если я проведу для него от трех до шести встреч один на одного, она будет способна сделать это самостоятельно. Она должна научиться проводить встречи один на один на первой неделе в бизнесе. И это очень дуплицируемо. На первой неделе вы учите сделать первые шаги в бизнесе. Встреча один на один длится всего 30 минут, и ее очень легко повторить. Далее поговорим об одежде, потому что она играет немаловажную роль. Я считаю, что очень важно одеваться по деловому, на всех этапах спонсирования. Конечно, на встречах два на одного я не так строг к одежде, но даже на таких встречах я надевал рубашку и галстук. Большинство людей сегодня одеваются довольно небрежно. Даже бизнесмены одеваются довольно небрежно. Конечно, я не хочу, чтобы моя одежда сильно отличалась от одежды моих кандидатов, но в то же время я хочу дать им понять на подсознательном уровне, что я занимаюсь бизнесом и отношусь к нему соответствующе. Поэтому одеваться нужно по деловому. Еще один очень важный момент. Не давайте им подписаться в конце встречи. У вас будут люди, которые, послушав ваш краткий 30-минутный обзор бизнеса, захотят сразу подписаться. Не позволяйте им этого делать, потому что пока они слишком мало знают о бизнесе, чтобы принять взвешенное решение. Скажите, я очень рад, что ты решил присоединиться, но сначала ты должен увидеть всю картину этого бизнеса, чтобы принять взвешенное решение. Я уже говорил, что вам необходимо думать о конечном результате. Ваша цель — не подписать кандидата на этой встрече, потому что у вас есть только 29,5 минут. Этого времени недостаточно, чтобы рассказать о компании, о продукции, о поддержке, о том, как работает сетевой маркетинг, о том, как здесь зарабатывать деньги и как получить прибыль. Ваша цель — пробудить интерес. Я думаю, что встреча один на один похожа на анонс к фильму. Перед походом в кино вы смотрите анонс фильма, где совмещены самые интересные моменты и самые смешные шутки, самые зрелищные сцены или самые чувственные любовные моменты. Из всего этого делают небольшой анонс, чтобы заинтересовать зрителя пойти посмотреть полнометражный фильм полностью. То же самое мы делаем на встречах один на один. Мы подталкиваем кандидата к следующему шагу процесса, которым, в зависимости от вашей системы, может быть конференц-звонок или домашняя встреча, или презентация в отеле. Это первый этап процесса, на котором важно подвести кандидата к следующему этапу. Этапу принятия решений. Первый этап не является этапом принятия решений, потому что у нас нет на это времени. Вы можете спросить, почему бы тогда не проводить встречи один на один 90-ми, потому что намного меньше людей согласятся встретиться с вами. Поверьте моему опыту, лучше приглашать кандидата только на получасовую встречу один на один. На второй вы можете сделать краткий обзор преимуществ бизнеса, после которого они согласятся прийти на 90- и 120-минутную презентацию. Итак, каков должен быть механизм построения презентации? Вы здороваетесь, жмете его руку, заказываете чашку кофе, садитесь за стол и сразу приступаете к делу. Вы не должны тратить 10 минут на пустую болтовню. Вы говорите, «Деннис, я обещал вам, что встреча займет только 30 минут, поэтому давайте сразу перейдем к делу». Далее, как я начинаю все свои презентации один на один. Я говорю, бизнес, который я сейчас вам представлю, вы можете делать всего 7-10 часов в неделю на основе частичной занятости, совмещая с вашей текущей работой. Занимаясь этим бизнесом 7-10 часов в неделю, за 2-4 года вы можете достичь финансовой независимости. Ключевые фразы здесь – 7-10 часов в неделю, 2-4 года. Потом я быстро перечисляю все преимущества бизнеса. Самое замечательное в этом бизнесе, что вы сами выбираете людей, с которыми работать, вы выбираете часы работы, вы получаете замечательные налоговые льготы, возможность путешествовать, если вы любите путешествовать. Вы становитесь успешным, помогая другим людям добиваться успеха. И мое самое любимое – это возможность неограниченного дохода. Это все, что я говорю, потому что у меня не хватит времени на остальное. Конечно, я люблю спрашивать людей, что вам нравится, какую машину вы хотели бы водить, какой дом вы бы себе купили, если бы у вас было 5 миллионов долларов. Но у меня нет времени спрашивать это на встрече, один на один. Поэтому я рассказываю о преимуществах бизнеса, а потом говорю следующую фразу. Я не знаю, что на самом деле значат для вас эти преимущества. Я не знаю, что бы вы сделали, имея в наличии 5 миллионов долларов. И если он мужчина, я говорю, я не знаю, пожертвовали бы вы деньги своей церкви или купили бы новый ламборджини. Если он женщина, то есть она, я ничего не имею против полов. Итак, если она женщина, я говорю, я не знаю, что бы вы сделали, имея в наличии несколько миллионов долларов. Пожертвовали бы вы деньги своей церкви или купили новый дом? Итак, я говорю, я не знаю, что бы вы сделали, имея в наличии несколько миллионов долларов. Пожертвовали своей церкви. и, если это мужчина, я говорю, или купили бы новый Ламборджини или Феррари, а если это женщина, говорю, или купили бы новый дом. Кто-то может сказать, но это же половая дискриминация. Да, вы правы. И это работает. Здесь я в первую очередь думаю не о политической корректности, а о том, что может увеличить мой доход. Большинство мужчин мечтают о новых машинах, вроде Ламборджини или Феррари, а женщины мечтают о новом доме. При этом здесь есть небольшая психологическая тонкость. Сначала я говорю про идею пожертвования миллиона долларов церкви, храму или синагоге. Почему я это говорю? Потому что это небольшой урок преуспевания. Большинство людей имеют негативную программу в подсознании. Они верят, что деньги — это плохо, что богатые люди — злодеи, и что быть бедным — это духовно. Они сами не знают, что верят в это, потому что эта программа находится на подсознательном уровне. Но реальность такова. Когда вы проводите презентацию, 98 человек из 100, с которыми вы будете говорить, не знают, что у них есть негативная программа в подсознании. Поэтому, когда я говорю, что он может пожертвовать миллион долларов церкви, храму или синагоге, его подсознательная программа скажет ему, «Да, я с удовольствием пожертвую свой миллион долларов местной церкви». Но в действительности, если бы у него был миллион долларов, он бы сразу побежал покупать новый «Феррари». Но он не говорит об этом даже себе, потому что он так запрограммировал. Вот такую формулу я использую. Вы можете спросить, «Рэнди, но как ты к этому пришел?» Я пришел к этому, потому что в своей жизни провел тысячи, тысячи и тысячи презентаций. И каждый раз я анализировал свои презентации. Итак, сегодня у меня была домашняя встреча. Пришли четыре человека, и никто не подписался. Вчера была встреча, и из четырех человек подписались трое. Что я сделал вчера, чего не сделал сегодня? Что из того, что я сделал сегодня, отличается от того, что я сделал вчера? Я провожу такой анализ, когда провожу встречи один на один или презентацию в отеле. Я провел встречу, и на нее все пришли, но этот парень почему-то не подписался. Что я сделал не так? Может быть, я сделал все правильно, просто этот парень не был подходящим кандидатом. Но если проведу такую же встречу завтра, и другой парень не подпишется, и я увижу связь между этим событием, то я изменю свою презентацию и вернусь к тому, что давал результат. Будьте здоровы. Итак, я все анализирую, и вот что я обнаружил. У меня нет времени на разговоры о мечтах. Мне нужно успеть рассказать о возможностях, а потом нарисовать в их воображении небольшую картинку. Я не знаю, что вы будете делать с заработанным миллионом долларов. Я понял, что работает следующее. Нужно дать одну альтруистическую цель и одну материалистическую цель. Кандидаты хотят иметь материалистическую цель, но также они говорят себе, что хотят альтруистическую цель. Если кто-то не понимает этих слов, то, проще говоря, «одну эгоистичную цель» и одну цель по спасению мира. У них всегда есть эгоистичная цель, но они также говорят себе, что хотят цель по спасению мира, поэтому я осознанно говорю им это в самом начале. После того, как я сказал про 7-10 часов в неделю и план работы в 2-4 года, я рисую первый кружок. Я сразу отвечаю на ваш вопрос. Да, я рисую кружки. Я рисую кружки на любой своей презентации. Когда я нарисовал первый кружок, я пишу в нем слово «вы». Почему я это пишу? Потому что я хочу, чтобы кандидат ассоциировал себя с этой картинкой. Я хочу, чтобы он увидел себя внутри нее. Итак, я рисую кружок, под ним еще пять кружочков и говорю. Теперь вспомните пять человек, которых вы знаете и которые могли бы потратить 7-10 часов в неделю в течение 2-4 лет для достижения финансовой независимости. У вас есть кто-нибудь на примете? Да, мой брат. Как его зовут? Фил. И я пишу его имя в первом нижнем кружке. Кого вы еще знаете? Свою подругу по колледжу. Как ее зовут? Дебби. Хорошо, Дебби. Я пишу имя Дебби во втором кружочке. В результате она называет имена пятерых своих друзей, и я записываю их в кружочке. Почему? Потому что я хочу, чтобы она видела весь процесс на своем примере. Я хочу, чтобы она смогла визуализировать весь процесс со своими пятью друзьями. На первом уровне их пять, потом двадцать пять, потом шестьсот двадцать пять. На следующем их три тысячи. И она должна увидеть себя, построившую всю эту организацию. Это очень эффективно. И вы увидите, что нарисование кружков потребовалось двадцать минут. Я обычно провожу свои презентации за двадцать семь минут. Двадцать одна минута уходит на рисование кружочков. Две минуты на разговор о преимуществах. Итого, двадцать одна минута плюс две минуты — это двадцать три минуты из двадцати семи. И у меня остается четыре минуты. Что я делаю в эти четыре минуты? Я заканчиваю рисовать круги, говорю о возможном доходе, например, в пятьдесят тысяч долларов в год, и о бесплатном бонусном автомобиле, или о доходе в шестьдесят тысяч евро в год и бесплатном путешествии. Какую бы презентацию вы ни проводили, домашнюю встречу, презентацию в отеле или любую другую, нужно обязательно рисовать кружочки. Затем я спрашиваю, вам, наверное, интересно, как у нас создается товарооборот. Допустим, наша компания производит пищевые добавки. Или наша компания производит продукцию по уходу за собой. Или наша компания производит косметику. Или, может быть, что-то еще. Я рассказываю о продукции всего одну минуту. Одну минуту или меньше. И я говорю о том, почему рынок нуждается в этой продукции. Послушайте внимательно то, что я говорю, потому что это очень-очень важно. Я не пытаюсь продать продукцию на этой презентации. Я стараюсь продать прибыльный спрос рынка на эту продукцию. Я не говорю, этот крем избавит вас от эмфиземы. Или этот продукт лечит от такой-то болезни. Или здесь содержится столько-то ингредиентов, и вот здесь столько-то. Я не говорю ничего подобного. Ничего этого я не допускаю на данной стадии презентации. Я говорю только о прибыльном спросе рынка на эту продукцию. Мы должны показать людям, что они будут делать деньги, представляя эту продукцию, и что другие люди будут приходить к ним, чтобы купить эту продукцию. Именно на этом должен быть заострен весь фокус. Потом, одну-две минуты, я рассказываю о системе поддержки. Если вы решите этим заниматься, я буду вашим партнером. Мы будем работать с вами вместе, проводить домашние встречи, и встречи в отеле вы будете посещать конвенции, тренинги, семинары и так далее. Потом я задаю очень важный вопрос. Это вас заинтересовало? Вы хотите узнать больше? Очень важно, чтобы вы задали этот или подобный вопрос в конце этого предварительного этапа, чтобы люди не думали, что сейчас от них требуется принять решение, подписываться или нет. Они еще не получили достаточной информации, чтобы это решить. И они будут беспокоиться, если будут так думать. Они будут думать, но я же ничего не знаю о продукции, сколько она стоит, понравится она мне или нет, сначала я должен ее попробовать. Почему он давит на меня? Если он давит на меня, значит я скажу «нет», потому что я не хочу, чтобы на меня давили. Итак, я не хочу давить на него, ведь моя цель, чтобы он пришел на следующую встречу. Помните, что главная цель встречи — назначить следующую встречу. Цель моих встреч — два на одного и один на одного провести его или ее на следующий шаг процесса. Поэтому я спрашиваю, вы хотите узнать об этом больше? Итак, если я все сделал правильно, то у них к этому моменту накопится множество вопросов. Подождите минутку. Вы сказали, что это компания Manatec, которая выпускает продукцию для здоровья или пищевые добавки. Но вы ничего не сказали, какая это продукция, сколько она стоит, для чего она? Правильно. Она начнет задавать вопросы. Вы сказали, что это компания Oxifresh, но я никогда ничего не слышал о ней. Или Arbana — это что-то вроде Airborne, которая занимается доставкой посылок. Они начнут задавать вопросы. Это и есть подтверждение тому, что вы все сделали правильно. Теперь послушайте следующий совет на миллион долларов. Когда я буду говорить «совет на миллион», я подниму руку вверх, чтобы вы знали, что сейчас будет совет на миллион долларов. Я использую свое выражение «на миллион долларов». Вот, что нужно делать дальше. Если вы хотите узнать, как стать успешным спонсором, то вам нужно научиться контролировать процесс спонсирования. По своей природе кандидат хочет сам контролировать процесс. Он может остановить вас и сказать «минутку, у меня появился вопрос, сделайте мне одолжение, оставьте ваши вопросы к концу встречи». Я обязательно на них отвечу рано или поздно. Я не позволяю кандидату задавать направление презентации, потому что он сам не знает, что в его лучших интересах. Он ничего не знает о компании, о продукции, о бизнес-возможностях. Если бы он это знал, он бы уже работал в этом бизнесе. Моя работа в роли потенциального спонсора — контролировать процесс спонсирования, даже если кандидат этого не хочет. Я должен сам управлять каждым этапом спонсирования. И то, что я говорю, очень важно. Поэтому я еще раз повторю свое выражение на миллион долларов. Вот что нужно делать дальше. Я приглашаю вас домой на презентацию, которую будет вести мой спонсор Джефф. Он один из самых успешных людей в компании. Он проведет полную презентацию о компании, расскажет все о продукции, как она работает, как с ее помощью можно зарабатывать деньги, какие у нее замечательные преимущества. Он расскажет о системе поддержки и о том, как нужно начать. Все, что вам нужно будет знать, будет сказано на этой презентации вечером в четверг. Я не могу прийти в четверг. Хорошо, у нас будет еще одна презентация во вторник. И еще одно. Я не собираюсь отвечать на все вопросы кандидата на встречи один на один. Еще раз, пожалуйста, поймите это. Я не собираюсь отвечать на все вопросы кандидата на встречи один на один. Я не буду этого делать по двум причинам. Причина первая — если я отвечу на все его вопросы, то встреча займет 60 минут, и тем самым я нарушу свое слово, ведь я обещал, что встреча займет 30 минут или меньше. Причина вторая — если я буду отвечать на все вопросы, и у кандидата не будет мотивации прийти на следующую встречу. Секрет успешной встречи один на один — насколько заинтересовать человека, чтобы к концу встречи у него возникло много вопросов, за ответами на которые он придет на следующую встречу. Вы не отвечаете на все вопросы, вы просто даете обзорную информацию. Это анонс, просмотрев который, они купят билет в кинотеатр. Держите это в своем сознании. Встреча один на один — это реклама фильма, просмотрев которую, они купят билет на сам фильм. Эта встреча отделяет потенциального кандидата от неподходящего. Возможно, кто-то не заинтересовался бизнесом, тогда мы задаем ему переводящий вопрос, который переключает их внимание на продукцию. Об этом мы уже говорили в секции, посвященной продукции. Итак, мы определяем, хочет ли он стать клиентом или вообще ничего не хочет. И мы узнаем это до того, как он придет на более масштабную встречу, и его негативная энергия распространится на остальных кандидатах. Мы выявляем негативных людей заранее и не допускаем их на встречу с другими кандидатами. Хорошо, вот мой последний совет на миллион долларов, и затем мы перейдем на следующий сегмент. Совет на миллион. Не устраивайте тренинги по проведению презентаций. Обучайте людей только повторению ваших действий. Я повторяю, чтобы вы лучше это поняли. Мы не устраиваем тренинги о том, как проводить презентации один на один или домашние встречи, или презентации в отель, или конференц-звонки. Мы не проводим тренинги на тему, как проводить тренинги. Мы даем возможность дистрибьютору научиться самому, повторяя наши действия. Другими словами, они учатся делать бизнес, делая его и добиваясь успеха. Например, когда я спонсировал Фрэнка в бизнес, я ходил вместе с ним к его людям из трудного списка и проводил для них встречи два на одного. Когда я сделал это три, четыре или пять раз, он уже знал, как это нужно делать. Чего я не делал, так это не сказал ему, приходи ко мне завтра домой в восемь часов вечера, и мы будем учиться, как нужно проводить встречи. Конечно, я мог бы сделать тренинг, как нужно проводить презентации. Я мог бы обзвонить десять своих человек и сказать, приходите ко мне домой во вторник вечером, и я сделаю для вас тренинг, как нужно проводить встречи один на один. Чего бы я этим добился? Я бы сделал своих людей зависимыми от меня. Я бы потратил час времени на тренинг, обучая их чему-то, вместо того, чтобы за этот час я или мои люди спонсировали двух новых дистрибьюторов. Поэтому никогда не делайте тренинг на тему, как провести домашнюю встречу. Никогда не делайте тренинг на тему, как проводить презентацию в отеле. Никогда не делайте тренинг на тему, как провести встречу один на один. Вы просто повторяете свои действия. А ваши люди учатся на живом примере, как построить свою организацию. Так вы добьетесь быстрого роста в вашей организации и не поставите себя в положение супергероя. Понятно? Хорошо. Когда мы вернемся, то поговорим о том, как проводить потрясающие домашние встречи. Увидимся. Всё. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...